Так, делаем бур. Кстати, тоже вы спрашивали, что будет, если на нём уже будет что-то лежать. И что будет, если на нём буду стоять я? Ничего. Абсолютно. Без лишних слов. Продолжаем играть в гидронир. Я, пожалуй, вот этого вот скоростного насоса сделаю все четыре штуки, чтобы просто давление было больше, если я правильно помню. От давления стадобуры лучше работает, я так понимаю. Быстрее соберём клотиум, наверное, это так работает. Я надеюсь. Ну, буржа сюда не влезет, да? Ну да. Ладно, придётся пешочком подниматься потом второй раз. Кстати, того железа у нас осталось аж на целых 300 килограмм. То есть мы могли бы ещё один бур сделать. Ну да ладно, мой пока хай-фуха лежит. Добывается. У нас уже 57 килограмм клотиума, что в целом неплохо. Это одна шестая необходимого веса. Кстати, кстати, кстати. Ещё у меня вопрос такой был. Я специально купил необходимую штуку, которая будет следить за прочностью предметов. Вот я смотрю, у нас фильтры начали ломаться. И мне вот интересно, что будет считывать вот эта штука? Сколько она будет показывать? Вот, допустим, если я поставлю вот так вот. А я ни одно считывалку, да? Нет, не взял. Да, вот это я гений. Ладно, я пока тебя починю. Вы пока добывайте клотиум, а я пойду считывалку куплю. Хотя, я сейчас переплавлю всё золото, совмещу его вместе с кристалликами, получу сразу же кучу бабла. И накуплю, наверное, ещё взрывчатых предметов. Хочу расширить нашу вот эту вот огромную, скажем так, базу для завода, чтобы было больше места. И... О-пля. О-о-о! У нас есть Оникс. Один Оникс стоит два косаря? Чу-у-у-у. Хотя он, кстати, как-то выглядит сейчас, он выглядит как-то синим вроде как. Ам, допустим, Сапфир. Стоит, ну тут 3000, но он весит гораздо больше. Здесь 119 килограмм, и он стоит 2000. Оникса всего лишь 8 килограмм, и он стоит 2000. Ну, это, конечно, лютая дичь, я сейчас, наверное, с ней же сделаю сразу же и ожерелье. Ля-а-а, я представляю, сколько она стоить будет. И сколько ж ты чудо стоишь? 58 тысяч? Чу-у-у. Ну, вот это то, что я говорил, я просто чуть-чуть подождал, и у меня триллион денег. Мы всего лишь собрали 70 килограмм клотиума, но у нас 59 тысяч. А стоит одно жерелье. Кстати, пока мы не уехали, пойду, пожалуй, посмотрю, где наша машинка. О, нифига себе, как я высоко. Это почти до облаков достаю. Да ладно, смотрите, я на вершину забрался, и тут какая-то, типа, пасхалочка небольшая. Это, типа, люди, покорившие эту гору. Забавно. Кстати, что интересно, на горизонте машины я не вижу. Значит, она, возможно, куда-то упала. Сейчас попробую дистанцию видимости поднять. И, возможно, еще текстуры. А, ладно, я ее так не найду точно. Карта-то здесь довольно-таки большая, все-таки. Да уж, в этот раз сток-маркет меня не радует. Но, мне интересно, сколько бы он мне предложил за это. 54 тысячи, то есть мы потеряли бы примерно 5 тысяч. Ну уж нет, спасибо. Ну вот, совсем другое дело. Так, зачем, говорите, я сюда пришел? Да, за датчиком, точно. Так, я, в принципе, установил ядерную бомбу, красную кнопку, и что-то как-то темновато. Сейчас, одну секундочку. Ну вот, совсем другое дело. Да, так посветлее, гораздо лучше. Только единственное что, знаете что? Я подумал, что, возможно, стоит ее чуть-чуть опустить туда, втопить. Самую малость. Вот так вот. Ну что, вы готовы? Давайте я напомню. Вот эта воронка от ручной бомбы динамита, вот эта вот уже от бочки с динамитом. Ииии... Так, давайте-ка я отсюда высовываюсь. О, да! Здесь даже есть грипп. Нет, ну на самом деле, классно. Классная анимация, суперская. Мне нравится. Как удачно, что мне абсолютно никаким образом не жарит огонь. Прям шикарно, шикарно, да. Мне нравится, спасибо. Ага. Ну, я могу сказать, что здесь просто... Она просто чуть-чуть больше, да. Она... Блин, надо было какой-то объект сделать, чтобы понимать размеры. Во, совсем другое дело. Итак, у нас, значит... Кратер с диаметром... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, в принципе, плюс-минус понятно. Здесь у нас было, по-моему, пять на пять, да. Грубо говоря, с немножко небольшим заходом. Раз, два, три, четыре, пять. Тут у нас... Девять на девять, да, я же посчитал. Ну да, девять на девять. Что ж, весьма неплохо. И у нас она почти под краешек. То есть, вот эти девятые уже, эти, они уже прям почти под краешек. Классная штука, значит, можно будет её использовать, чтобы расчищать пространство. Под дом, тем более, что я хочу там выкопать большую территорию, чтобы сделать там дом. Поэтому буду иметь в виду. Слушайте, может мне немножко территорию облагородить? О, какие красивые двери, шикарные. Кстати, вы можете написать ваше предпочтение, какой дом сделать. Каменный, деревянный или вот этот вот бумажный. Так, наконец-то я дома. Так, что у нас тут? У нас тут что-то сломалось. У нас тут много чего сломалось. Давайте-ка, наверное, как раз таки сделаю то, что я и хотел сделать. Мне нужен датчик и провод. Кстати, я смотрю, шутка всё ещё актуальная. У нас вытекает электричество. Так, 62. Ну, я же, я же понимаю, да, что вот это 62. Блин, как это неудобно сделано. А вот если я починю, вот с этой стороны поставлю чинилку, как она поймёт? А если я вот эту штуку уберу, что она будет показана? Да уж. У меня такое ощущение, что в этом обновлении как будто не доделали всего, что хотели сделать. Упрали куча предметов на электричество. Вообще как-то всё как будто не доделано. Чё не так? Кстати, чё у нас там по клоте? Мы всего лишь 54 штуки, но это потому, что у нас здесь всё сломано было. Блин, ну это как-то грустно. Я не знаю, это прям грусть и разочарование. Ну, а кстати, знаете, чё я ещё купил, чтобы немножко оптимизировать? Во! Зырть какую штуку купил. Маятник, который будет запускать вот эту штуку каждые 10 секунд, если я правильно понимаю. Ага. Да, да, отлично работает, шикарно. Каждые 10 секунд у нас будут полностью камушки обновляться. Кстати, давайте глянем, что у нас тут под... А, что? То есть ты просто, находясь рядышком, показываешь давление? Серьёзно? 208. Или это... Нет, это просто старое. Окей, окей, это просто старое давление. Давайте я, значит, вот тут вот ставлю и буду следить. 305 давления! Вау! Ну, это, в принципе, одна такая штука, вот эта вот, одна такая вот штука даёт моему плюс 20, да, то есть... А-а-а! Кстати, помните, я говорил, что... Так, а вот это плохо, кстати. Ладно, ты мне разонравилась. Так уж и быть, ручками иногда нажму. Так вот, помните, я говорил, что у нас осталось 300 килограмм после того, как мы сделали два новых бура? Так нет, вот тот самый слиток. Я просто, видимо, какой-то не тот поднял. Тут у нас 1300 ещё осталось. Я даже боюсь представить, сколько сейчас там слиток. Наверное... Даже не знаю. Тонн 10? 5. Ну, да, я был близок, в принципе. Кстати, мы что-то как-то забыли про то, что у нас есть ещё и рыбалка, и можно даже попытаться половить рыбы, и попытаться найти необходимую рыбу, чтобы получить следующую удочку. Всё равно ждать ещё кучу времени. А, окей, это было быстро. Это было очень быстро. Что ж, в таком случае погнали, получим следующую удочку. Плюс, я думаю, можно продать ещё немножко золота. Почему бы и нет? О, ещё один Оникс. Ну, давайте его, наверное, немножко оставим. Хоть-хоть на чуть-чуть, а то как-то сразу же его выкидывать как-то не хочется. Я даже не смотрел, сколько это жрелье стоит. Сейчас посмотрим вместе. Так, стопэ, где моя машина? Блин, я гений. Я скинул на этот конвейер рыбу, и она попала, походу, сюда же, в эту... Всё, нашёл, да, рыба фугу. Она упала в это же ведро. Так, давайте, наверное, рыбу либо искать машину, либо я сейчас тупо куплю новую. Пофиксили они называются, машины. Ну да, ну да. А, что? А почему она здесь? А-а-а, всё, я понял. Что-то у нас опять какая-то не темень. Ну да ладно, погнали быстренько продам о жрелье. Кстати, пока я бегу, можете сделать ваше предположение. Сколько оно будет стоить? Я так предполагаю, что-то в районе... Я думаю, мы дойдём до 100 тысяч. Я думаю, дойдём. Ну блин. Ну блин, немножко не дошли. Думал, будет больше. Ну хотя, возможно, кстати, если бы я взял Оникс, может быть, было бы и больше. О, а нам тут неплохую цену за рыбу предлагают. О, круто, 58 монет, вау. Я богат. Ладно, погнали за удочкой. Ох, спасибо за подсветку. Кидаем, получаем. Е-бой, нам теперь нужен краб. И мы получили старое, скользкая хватка. Удочка. Удочка третьего уровня. Похоже, её несколько раз роняли. Забавно. Так, чё у нас тут? Всё работает. 115 килограмм. Уже немного осталось. Удочка. Мы тебя отправляем на твоё законное место. И я тут ещё немного пола купил. Блин, кайфушечно выглядит этот каменный пол. Очень даже. И если его можно ещё и сбоку припихнуть, это вообще шедевр. О, да, восхитительно. Ну, кстати, почти даже не лагает. Только ещё можно вот так вот какой-нибудь камень поменять в другую сторону. Вот так. Да, вот так вот прям хорошо смотрится. Шикарно вышло. Вы шо, шикарно. Не, ну вот эти вот, конечно, каменные монументы выглядят прям реально круто. Кстати, а из этой штуки реально может получиться лифт. Ну да ладно, хайна пока добывается. Я, наверное, займусь расчисткой территории. Поэтому вернусь через какое-то время. Ну вот, совсем другое дело. Расчистил я территорию. Поднял на ещё один блок. Плюс расширил аж до конца стены. Вроде как, ну, наверное, здесь ещё один блок есть. Можно вскопать. Но смысла я не вижу, если тут уже и так горка идёт. Можно разве что-то тут в лупь уходить. И тут уже такая довольно-таки неплохая территория. Здесь уже можно даже что-то строить. Эдакое. Пока я копал, у нас уже почти 300 килограмм. Клотиума собралось. Это значит, что мы сможем уже где-то вот-вот скрафтить новый бур клотиуму. Короче, с клотиумом. У меня тут уже даже, в принципе, для него территория подготовлена плюс-минус. Надо ещё немножко докупить, правда, детали. Но это мы как раз-таки пойдём. Хотя я могу сейчас задима пока что и заняться. О, кстати, у нас вот тоже есть оникс. Давайте-ка этот оникс сюда положим. И сделаем оникс ещё более крутой. Сколько ты у нас вестишь и сколько стоишь? 13 килограмм, 3,5 тысячи. Нормально. Интересно, сколько бы стоило ожирелье с этой штукой. Но я не хочу, я не хочу переплавлять. У нас денег до хрена. Смысла вообще не вижу. Ах, да, это же мы можем новую схему для бура купить. Да, мы можем, в принципе, все схемы для бура купить. Почему бы и нет? Единственное, что на дробитель первого уровня смысла не вижу. Потому что у нас как бы он есть уже. Отлично. Накупился квахлама на почти 7 тысяч. Неплохо. Кстати, мне советовали вот таким вот образом разворачивать эту телегу, раз она так медленно поворачивает. Да уж. Возможно, так даже быстрее будет, кстати. О, отлично. Я уже вижу, у нас там уже собралось. Нужное количество клотиума. Сейчас я немножко выставляю. И пойдем, пожалуй, делать новый бур. Ладненько, погнали. Значит, у нас вот этот клотиум у нас 300 килограмм у нас здесь есть. А железо. Здесь у нас вообще, наверное, килограмм... Вот сейчас уже как раз... Ладно, давайте, давайте так, на скидку. Около 8 килограмм здесь будет сейчас. Во-первых, не килограмма тонн. А у нас тут, оказывается, уже почти 17 тонн. Нормально, так, нормально. А слиток на 17 тонн. А сколько стоит он? 203 тысячи. Ну, в принципе, неплохо, да. Так, отлично. Два слитка у нас готова. Сначала закидываю, наверное, клотиум. А-а-а-а-а-а. Давай туда железо сначала. А-а-а-а-а-а. Да, мне же нужно сначала положить вот эту штучку сюда. Точно, вон оно как работает. Вот почему я не мог туда ничего положить, потому что оно не понимает, что я туда ложу и зачем. Это что? Ну да, это вроде бы... Да, вот теперь-то мы можем закинуть сюда железо. Клотиум. Блин, алибо как-нибудь цвет поменять, а то что-то как-то даже неинтересно. И... Бум. О, да. А, о, да. Это у нас что-то новенькое. И я, по-моему, уже вижу... Как-то он странно становится. А ты вообще не остановишься, да, на землю? Ясно, ясно. Я так посмотрю, у него... У него труба сверху. Больше того, она сбоку стоит. Чего? Чего так неудобно? Так. Ты у нас становишься... Как-то... Вот так вот. Только тебе мешает даже труба. Серьезно? Ага, ага, ага. Тебе, видимо, не нравится, что там земля. Чего-то я не понимаю. Чего ему не нравится? Я его пытаюсь поставить вот сюда. Он сюда не хочет. Ставлю сюда, он сюда хочет. Как работает? Вот так вот он хочет, а вот этой штучкой туда, куда нужно, он не хочет. Чего за фигня? Вот, господи, как это неудобно. Мне нужно сначала поставить бур, а потом уже поставить конвейер. Классно. И судя по тому, что я его не могу поставить вот сюда, нам придется постоянно изгаляться и ставить их, получается, через один. Как это неудобно, капец. Так, опять у меня что-то куда-то падает. Почему? Почему? Нужно, короче, воронки ставить, потому что, ну, это бред полный. Потому что она так разлетается. Но это мы уже будем ставить, когда нормальную систему сделаем, потому что это так пока что временно. Так, и я, в общем-то, уже подключил эту штуку. Можем пытаться ее запускать. Опа. Посмотрим заодно, как она работает. Если она работать будет, она работать не будет, потому что ей нужна земля, скорее всего. Опа. Да, пошла жара. Вот она там что-то крутит, 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 крутит. А-а-а. Да? Да, я так и понял. Да, ладно. Значит, нам нужен нормальный дробитель. Этот не перерабатывает. Значит, нам нужно чуть-чуть подождать, накопить на нормальный дробитель. Там на него нужно всего-то сто... Сто, по-моему, клотиума. Так что, в принципе, не проблема сейчас чуть-чуть подождать. А пока ждем. Можно, думаю, попытаться половить рыбку, словить краба. Оба-на, это что такое? Это у нас рыба-меч. Слушайте, знаете, у меня есть такое подозрение, что она нужна будет для какой-нибудь следующей удочки. Поэтому я, пожалуй, ее оставлю. Это у нас что? Рыба-меч поменьше? Забавно. Ладно, учитывая то, какое количество рыб-мечей тут выпадает, что мне кажется, что, наверное, все-таки она не нужна будет просто на продажу. Эта ж не бой механиков заключается в том, что мы будем получать больше рыб, вернее, лучше рыбы с новыми удочками. О, нифига, у нас тут рыба выпадает-то выше. Так, немножечко завтыкал. Не работает у нас ничего. Опа-на. Ну, здравствуй, крабик. Еще тут какая-то рыба, интересно, упала. Летучая рыба. Я смотрю, у нее крылья в натуре. И интересно. А знаете что? Давайте, наверное, пожалуй, вот эти две рыбинки большие я, как минимум, оставлю. Поставлю их в специальную рамочку. И, пожалуй, наверное, одну еще рыбу-меч оставлю. А может, и эту оставить? Все равно я с рыбы прям суперприбыли не получаю. Ну и знаете что? В принципе, хайну добывается. Что у нас тут по прочности? 22, давайте нижнюю починим. И погнали новую удочку получать. У меня опять какую-то деживю. Где моя машина? Я ее, походу, где-то забыл. Или она просто реально улетела? А что она тут делает? Я ее, походу, здесь забыл. Отлично, загрузился. Погнали за удочкой. Может быть, даже где-то старую машину найдем по пути? 88%? Капец, как мало. Ну да ладно, мы же сюда не для этого приехали. Вот она. Я прям как знал. Камбалодержатель удочка. Удочка четвертого уровня немного склизкая. Кек. Как удобно. Изумрудная удочка. Она ловит рыбу немного лучше, чем предыдущая удочка. Вау, не может быть. Кто бы мог подумать. А вот теперь нам, кстати, что это? Скат? Наверное, скат. Давайте, наверное, летучую рыбу тоже оставлю здесь. Летные дни прошли. Ха, подумался. Очередные кучи денег. Срыв, аж целых 175 монет. Так, знаете что? Хочу заехать в два места. Первое место, это купить еще одну телегу. Так, я посмотрел. Вот выворот у этой вот быстрой телеги и проворной телеги. Почти одинаковые. Смысла пообщения нет. Смысла вообще выбирать нет. Потому что они одинаковые, по сути. И второе место. Я хочу зайти еще в электричество. Купить набор. Еще четыре набора для починки фильтров. Кстати, насколько я знаю, логический световой индикатор многие используют как лампочку. Давайте посмотрим, насколько на ярком свете. Даже можно несколько взять, в принципе. Чисто ради интереса. Итого на 9000 скупились. Нормально так. Так, надеюсь, в этот раз ты улетать не будешь. Отлично. Кстати, интересно. У нас телега будет ехать по вот этому вот конвейеру или нет? Похоже, что нет. Отлично. Я наконец-то дома. И смотрите как. У нас ровно 106 килограмм. Ровно столько, сколько нам нужно. Давайте-ка, наверное... Да, даже ничего не будем делать. Вот так вот просто взяли и понесли. Блин, железо же нужно еще. Так, вот это вот. Вот схема дробителя и склотиума. Зачем я сюда его не шу? Вот сюда. Значит, там 300 и 100. Ну, нам, в принципе, не важно. Вот немножко неправильно сделать вот эту систему, что оно отдает остатки железа, потому что слишком ужимбово. Так бы можно было специально использовать весы, чтобы делать слитки необходимого размера. Вот ровно там 300 килограмм. Вот 300 килограмм у нас создалось. У нас раз специальная печь логическая выдает слиток ровно на 300 килограмм. Ну, или там чуть-чуть больше. Ну, а грубо говоря, в этом был бы смысл. А так у нас в этой системе нет никакого смысла в вот этих вот весах логических и прочем. Ну, как бы теряется весь смысл. Так, и погнали. Бомб. Отлично. У нас дробители с плотиума выглядят довольно-таки прикольно с трубами. Вход у тебя... Окей, вот тут у тебя вход. Он немножко в другом месте, в отличие от того, как наш теперешний стоит. Но, в принципе, это не критично, наверное. Выключаем тебя. Так, что у нас тут? Да, да, он был сзади. То есть это, в принципе, даже, возможно, удобно. Куда бы тебя деть? Иди куда-нибудь, нахрен. Тебя на улице поставим. Так, это у нас как раз-таки кусочки, которые не перерабатываются. А-а-а, блин, как плохо. Блин, как плохо. Хотя, хотя ничего плохого. Блин, гений. Так, а скажи, что у тебя правильная сторона? Где ты, где ты, где ты, где ты? Так, выплевываешь ты, получается... Всё, отлично, да, да, да. Это то, что нужно. Ей опять что-то не нравится. Как обычно. Что и не так? Вот что и не так? Вот расскажите. Во, вот, теперь он захотел, наконец-то. Всё, отлично, вроде сделал. Ну, я надеюсь, что я сделал. Запускаем. Блин. Попытка номер два. Отлично, отлично, отлично. Пошла жара. Нам теперь можно запустить вот этот вот бур. Так, пошёл кусочек. Смотрим, 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 смотрим. Опа, и... Что-то изменилось? Что-то интересно. Сейчас надо посмотреть. Может быть, чуть-чуть вес больше? Наверное, не знаю. Так, вас надо поставить на ваше законное место. Отлично. Нам, кстати, осталось всего-то три удочки получить. Так, и знаете что? Нам уже, в принципе, по сути, сейчас нужно только ждать, когда у нас накопится ещё больше Клотиума. Поэтому, я думаю, можно заняться пока что перестройкой базы. Я хочу здесь уже хоть как-то немножко наметить, что где будет стоять и находиться. Кстати, деньги я, походу, оставил там же, в магазине с электричеством, либо оно в этой телеге. А, о, ничего страшного, я нашёл другие деньги. Я здесь что-то покупал и оставил их здесь, окей. Так, думаю, начать со стен. Посмотреть, чё, какие у нас интересные стены тут есть. Тут ещё вот есть дверь, окно. Хм, кстати, я так смотрю, строю материалы тут вообще дешёвые. Я уже кучу всего наставил здесь, а тут всего лишь 300 монет, вообще ни о чём. Эх, ну, конечно же. Нужно будет обязательно с этим тоже разобраться. Так, у нас тут, кстати, куча всякого хлама. Давайте посмотрим, какой у нас сейчас Оникс есть. Десять тысяч, неплохо. На сколько, 4 килограмма? 40 килограмм. Ну, это нормально, это уже много. Так, а что здесь делает кусочек золота? У нас, значит, вот эти вот стеночки, они присобачиваются к краю. Окей. Хм, а выглядит не так уж и плохо. Возможно, тут немножко доработать. Нужно что-то где-то убрать, поставить. Но, в целом, не так уж и плохо. Сейчас будем ещё смотреть, как лучше это всё поставить. Выставить. Я хочу, хочу вот тут вот, в этой, внутри уже. Вот, как бы, поди. Хочу, значит, я внутри поставить вот такую систему. Вот тут вот, где-то с починкой нас, с фильтров. Потому что, ну, как бы, уже хочется всё это автоматизировать. Чтобы я просто там раз в пару дней приносил сюда ремонтные комплекты. И всё. Я вот думаю, где-то вот тут вот сделаю как раз-таки эту комнатку с починкой. А уже тут вот где-то вот, ну, где-то тут уже нормальное производство сделаем. Но, для того, чтобы нормальное производство сделать, нужно сначала клодиума собрать достаточно. Только что, я буквально только что где-то на миллисекунду увидел деньги. Вот они. Вот, я вас нашёл всё-таки. Так, ну, давайте, наверное, начнём пока что с фильтров. Я хочу понять, как это будет выглядеть, как это будет стоять. Поэтому сейчас, наверное, чуть-чуть займёмся этим. Стена идёт, в принципе, вот аж притык сюда. То есть, мы можем прямо отсюда начинать эту штуку строить. А, ну, нет, надо бы ещё поставить где-то, будет выключатель этот. Блин, сколько здесь ещё свободного места теряется. Или не теряется. Так, отлично. Я сделал, чтобы оно работало. Вы пока работаете. А мы продолжим. Так, немножко неудобно тут получается. Нам же нужно сюда ещё и ложить ремокомплекты. И нужно понять, как бы их так выставить, чтобы мы смогли подходить удобно ко всем. Так. Ну, кстати, вроде прохожу. Я думаю, что я, в принципе, зайдя вот сюда, смогу вот сюда вот кинуть. Даже могу проверить. Да, вот так вот смогу, спокойно могу зайти с этой стороны, с этой стороны и кинуть. Окей, окей, окей. Так, второй важный момент. Это как правильно поставить вот этот вот компонент. Если А больше, чем Б, он выводит логическое значение 1 или 0. То есть, если, значит, Б должен показывать прочность, а А это минимальный предел прочности. Как же тебя правильно тогда выставить? Вот так вот. У нас, значит, Б должен идти отсюда, а А идти отсюда. Есть. Ну, а считывалки, значит, ставим сюда, по идее. Отлично. Осталось всё это заполнить проводами и посмотреть, что выйдет. Отлично. Система, в принципе, готова. Она уже, по идее, сейчас должна работать. У нас, вроде как, здесь передаётся 0 на вот эту вот штуку. Поэтому, когда она дойдёт до нуля, они, по идее, должны починить их. Но это же, конечно же, неинтересно. Поэтому я не знаю зачем, но просто потому, что я могу. Объединю всю эту систему, чтобы сделать один вывод. Немножко тут не хватило, но, в принципе, ничего страшного. Давайте здесь введём, ну, допустим, 10. Хотя, я думаю, даже можно поставить, например, 1. Мы теперь даже можем это прочекать. Вот, совсем другое дело. А вот тут, например, можно поставить счётчик, считыватель прочности. Кстати, у нас тут уже немножко давление упало из-за того, что у нас длина трубы увеличилась. Я думаю, что мы можем сюда поставить вот эту штучку и закинуть сюда наш кристаллик аналитический. У нас его до хрена и больше. Тут он просто на миллион лет хватит вперёд. Прекрасно. 325. Вот это я понимаю давление. По идее, мы сейчас очень быстро сможем добыть ещё... Да, мы, кстати, совсем скоро получим 300 плотиума. Можно будет ещё один бур поставить. Кстати, давайте-ка проверим. Во-первых, зайти можем без проблем. Опа! Починило. Замечательно. Всё, погнали. Работает. Дальше. Отлично. Купил 23 комплектов на 4500. Так, кстати, я купил вороночку. Часто протестить. Как будет работать. Опа! О, шикарно, шикарно. Надо будет, наверное, тоже себя вороночки везде поставить. Честно говоря, вид у них такой себе неприятненький. Но что делать? А мы пойдём заполнять вот эти штучки. Раз. Два. Три. Четыре. А, чё? А, стоп. А сколько ты? Сколько ты? Три. Стоп, что? А, стоп. Ага, три. Так вот. Восемь. По пять. Ага, пять. А четыре на пять это ровно взгляд. Двадцать. Блин, я чё-то как-то не просчитался. А, и то есть оно... Вот, смотрите, сейчас у меня будет... Тут, по идее, пять штук. Я опускаю. Здесь становится двадцать. А у меня в этой штучке три. Блин, это гениально. Тогда можно просто брать и... И закидывать. Гениально. Так. Итого у меня осталось ещё полторы... Полтора набора ремкомплекта. Нам этого вообще на очень долго хватит. И у нас уже есть триста тринадцать клотиума. Я, блин, всегда путаю... Сюда смотрю, а как-то не сюда же. А, кстати, я же отсюда не забрал этот клотиум. Гениально же. А, это значит, что мне и этого железа хватит. Мне не придётся спускаться. Е-е-е-е. Да ладно, чего-то не хватает. Железа, что ли? Да ну не может там железа не хватать Клотиума 300 килограмм Или не было Блин, сейчас попробую Да, чего там не хватает А, там всего лишь 100 клотиума Потому что я не обновил после того, как брал Блин, точно Значит нам нужно дождаться, когда будет 400 И железа там точно хватает Копец, значит как это все не быстро Вообще не быстро Решил блогер все-таки вниз перенести эту систему Чтобы сюда можно было выставить Процент прочности Чтобы вот так вот смотреть Сбуху ни хрена неудобно Ну так конечно тоже вертикально смотреть Будет не очень удобно А может быть ты вот так будешь работать Отлично работает ведь А сверху возможно какое-нибудь освещение Потом пустим Так что решил не занимать место О, как же неудобно эти штуки ставить Они по идее должны ровно сняться Но нет, они куда-то падают сразу Так, ну что Что-то у меня получилось уже Уже тут даже людей не стыдно приглашать Сделал пол, сюда сделал пол Немножко тут еще Тут еще очень много работы Много всего нужно облагородить Но в целом уже выглядит неплохо Между тем у нас уже Кстати да, у нас уже Не то, как обычно Собралось нужное количество плотиума Поэтому можно сделать еще один бурт Отлично Клотиум я наверное заберу А вот шля за хай тут и лежит Чтобы я его не носил каждый раз Там все равно Где-то около 20 тысяч Или сколько там было Схватит надолго А мы тем временем Запихуиваем Да, нет Нет, как обычно не запихуиваем Потому что мешает Все мешает Отлично Запихнули Поставили И включили Ну вот Совсем другое дело Пошла жара Я надеюсь Теперь мы будем добывать Клотиум быстрее И надо бы кстати Весы обновить А то я опять забуду Ну и напоследок Давайте еще Оникс Улучшим Теперь наш Оникс Стоит 16 тысяч И весит целых 64 килограмма Неплохо Ну что ж Думаю будем заканчивать За кадром обязательно Сделаю уже вот эту стенку Как-то прикольненько Может быть сделаю Интересненько Может не знаю Что-то постараюсь Креативное сделать И уже в следующей серии покажу Постараюсь по максимуму Собрать Клотиума За кадром Может быть даже Я так подумал Теоретически Можно сделать Толпу Вот этих вот буров Вот в эту сторону Их как бы Много можно сделать Чтобы они все добывали Потому что Почему бы и нет Чем их больше Тем быстрее соберем Клотиума На новые буры Хорошие А у нас железа Все равно До хрена и больше Даже учитывая то Сколько мы собрали За это время Это аж Да 31 тысяча килограмм То есть мы сможем Сделать Много Мне лень считать Много В общем то на этом все Спасибо что смотрели Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Увидимся в следующей серии И пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok